Илья Евграфов, известный в городе тренер по самбо, несколько лет назад прошел курсы по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим. С тех пор общественник еженедельно выходит на предприятия, в образовательные организации, детские лагеря и делится полученными знаниями. Благодаря этому в сложной ситуации человек сможет правильно и экстренно оказать помощь до приезда медиков. Вообще задача Российского Красного Креста в целом глобальная, это обучить все население Российской Федерации первой помощью, чтобы каждый человек мог в экстренной ситуации помочь. Но на сегодняшний день, я не скажу, что я охватил целую часть города, но по мере того, как меня приглашают, зовут меня, приглашают в детские сады. Я работаю с маленькими, я работаю с воспитателями детских садов. Соответственно, я провожу уроки и занятия со школьниками. Ну вот, сегодня, например, с судебными приставами, потому что что школьникам, что судебным приставам надо иногда освежать свои знания и все-таки тренироваться и более-менее проходить как-то практику. Сегодня Илья Евграфов встретился с коллективом отделения судебных приставов по Великоустюкскому округу. Сотрудники вспомнили и на практике отработали сердечно-легочную реанимацию, остановку кровотечения, оказание помощи при ДТП в чрезвычайных ситуациях. Благодаря таким занятиям судебные приставы повторили простейшие, срочные и порой жизненно важные навыки по оказанию первой помощи в ситуациях, угрожающих здоровью. Нам надо его наклонить. Мы его наклоняем. Наклонили. И начинаем пять раз скользящими ударами вдоль лопаток стучать его. Сильно? Сильно? Ну, мы же хотим его спасти? Нет. Хотим. Мы хотим его спасти. Если мы хотим его спасти, значит, надо стучать достаточно прилично, чтобы тот предмет, который застрял в горле, он начинал сдвигаться в обратную сторону, чтобы он выходил. Пять раз постучали ему. Как признаются судебные приставы, случаи, когда им необходимо оказывать первую медицинскую помощь, нередки. Порой в зал суда приходится доставлять людей, у которых может от волнения случиться приступ эпилепсии и даже обморок. Поэтому до приезда медицинской бригады, чтобы спасти человеку жизнь, нужно четко и правильно действовать. У нас случались случаи, когда была необходимость оказания медицинской помощи. Как правило, в большинстве случаев это эпилепсия, потому что контингент у нас тот, который непосредственно как бы доставляем мы, когда в отдел по приводам, либо, соответственно, сами самостоятельно приходят в здание суда. Это зачастую бывает после длительного, скажем так, употребления алкоголя. И самое частое, что с ними, как правило, происходит, это либо эпилепсия, либо, соответственно, на фоне долгого употребления алкоголя, они теряют, бывает, сознание, скажем, скорее всего, скачок давления происходит, либо еще что-то. И на фоне этого, как бы, им бывает требуется оказать какую-то медицинскую помощь. Конечно, во время происшествий и различного рода чрезвычайных ситуаций человек может растеряться и запаниковать. Поэтому главное правило, чтобы спасти чью-то жизнь и оказать необходимую помощь, нужно совладать со своим страхом и вспомнить все полученные знания. Оксана Митинева, Антон Карев, телеканал «Русский Север».